Сергей Попов, «Черкасский фланг», Сергей Попов, «Черкасский фланг», Сергей Попов, «Черкасский фланг». Хочу сказать, что игра была очень тяжелая. Многое договаривались, где-то не сыграли. Ну и команда Днепра очень хорошо играла. И они, по-моему, набрали ход, набрали форму, мне так кажется. И с ними было реально очень тяжело. Ну, собственно, вот в этих аспектах всех складываются и граммы, и проиграния. В принципе, боролись о первой части атаке, а потом Днепра начали отрываться? Я не знаю, может, потому что свежесть, потому что у них больше ротация, у них больше замены, равноценные игроки. Ну, как бы, собственно, мое мнение таково. Ну, и в ритме они таком более хорошие, чем мы. Всем свободен. Результат тут комментировать. Тут можно посмотреть на одну графу. Очки запасных игроков, и все станет ясно. 37 очков забили люди, выходящие со скамейки в Днепропетровске. И 11 очков забили наши игроки со скамейки. Наверное, тут самый главный кроется ответ на вопрос результата, да, минус 19 очков. Во-первых, скамейка роста намного мощнее, длиннее, наверное, даже качественнее. Все-таки у нас, повернувшись на скамейку, видишь, только молодых ребят. Вот. Отсюда и результат. У меня в целом, да, там были моменты, где мы провалились в защите. Очень там сильно нас сломал, скажем так, наши некоторые построения, то ли шунгель своими дальними бросками. Вот. Но в целом, там есть вещи, которые мы провалились, ошиблись, пропустили легкие мячи. Но есть моменты, которые хорошо отработали. Мы ставили задачу, чтобы в этой игре как можно меньше процент реализации был у Днепропетровской. С трехсекундной зоны добились того, что там 40%. Потому что мощная передняя линия, хорошая передняя линия. Там у нас здорово сегодня, считай, отработал Скопинцев. И, в принципе, все там, и Дзюба, и Сергеев, то, что касается защиты в трехсекундной зоне, в принципе, отработали. Периметр где-то немножко пропустили, провалились. Вот. Ну и, конечно, количество потерь. 22 потери. 9 из них сегодня у нас номинального, да, первого номера Сереги Попова. Вот. Наверное, говорит, никогда в жизни столько не делал. Тут Днепр молодцы, тут только им большой плюс. Они понимали, куда давить. Понимали, что Олег Бондаренко только вышел из коронавируса. Серега еще не в форме. Не совсем родная его позиция. Постоянно его прессинговали по всей площадке. Эти 9 потерь, конечно, это результат работы прежде всего Днепропетровской. 22 потери. Какая может быть надежда и расчет на победу. И, конечно, очень сильно играет тот момент, что все-таки у нас нет атакующих защитников пока что. Да. Руслан пока только сегодня он приехал с утра. И понятно, что он не в форме. Вот. Как бы приходится на позиции второго номера играть Вове Коневу. Приходится даже где-то Ивану Ткаченко играть. Это абсолютно не их позиции. Молодцы. Сцепили зубы. Как бы выполняют то, что им сказали. Но, опять, не родная позиция. Отсюда, опять-таки, у Вовы там тоже 4 потери есть. И ты же планируешь от 3 очков за заслуга Днепра дальше? Конечно. Конечно. Постоянное давление. Они разрушили большинство наших взаимодействий. Еще раз. Мы пропустили 74 очка. От такого Днепропетровской пропустить 74 очка. Я считаю, что это нормально. Это неплохо. Это хорошая защита. Мы забили 55. Вот эти 22 потери. Вот эти неподготовленные броски. Тяжелые броски через руки. Это все результат работы в защите Днепропетровска. Они давили на первых номеров. Разрушали наши комбинации. И это принесло результат. Это логично. Это правильная, хорошая работа тренеров. Молодцы. И сейчас будет пауза, так? Насколько не ваша команда важлива будет пауза? Не будет матча? Для нас это просто глоток воздуха. Просто глоток воздуха. Потому что мы, как начали со старта, по сегодняшний день еще сейчас. Сядь Ханджи Федорович в карантине с коронавирусом. У нас переболели уже все. У нас не осталось ни одного игрока, который не болел коронавирусом. Я очень сильно надеюсь, что эти две недели до кубковых игр, и потом еще у нас неделя будет до рестарта сезона. Я очень надеюсь, что в это время у нас будет хоть какая-то возможность подготовиться к сезону. Потому что и для нашей команды этой возможности не было. Попробуем закрыть проблемные позиции. Попробуем вернуть форму Руслана на второй позиции. Кэмерон Джонс должен вернуться уже где-то к концу ноября. Я надеюсь, что после рестарта сезона мы все увидим совсем другую команду.